Кому война, кому мать родна. То есть эти люди, они Путина не слушали? Они страх потеряли. В эфире ток-шоу Соловьева разразился очередной скандал. В студию пригласили представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова, который по замыслу должен был рассказать, как стало лучше и веселее жить в области после прихода России. Но что-то пошло не так, и вместо этого Рогов стал жаловаться на плачевную экономическую ситуацию и признал, что в Запорожской области творится полный беспредел. Людям не платят зарплату, а цены при этом уже выше, чем в Москве. И вот не могу не поднять вопрос, вот спасибо большое, что тоже даете возможность об этом говорить, о проблемах в регионе. Запорожская область уже год как часть России. Так вот у нас сейчас самое дешевое дизельное топливо 74 рубля. Вот у меня вопрос к этим барыгам, которые наживаются. У меня вопрос к прокурорам. Кому война, кому мать родна, да. Вот пользуясь эфиром, я однозначно сейчас буду писать официальное заявление, как житель Запорожской области, да. Люди ко мне обращаются. Владимир Владимирович, мы не можем доехать. Люди сидят по селам, да, потому что... Рогов признал, что на оккупированной территории Запорожской области бензин стоит гораздо дороже, чем в России. И из-за этого люди, которые сидят без денег, даже не могут никуда выехать и не могут заправить свои машины. Рогов говорит, что это все из-за каких-то барыг, но мы, конечно же, понимаем, что никакие барыги, так называемые, да, не работают на оккупированной территории без разрешения оккупационной администрации. Все, кто там торгует, осуществляет какой-то крупный бизнес, делают это исключительно по договоренности с оккупантами, и они платят оккупационной администрации дань. Поэтому цены устанавливают оккупационные администрации, и такие высокие цены вот из-за этих поборов, которые они дерут с местного бизнеса. Люди голосовали на референдуме, и сейчас выборы, это же подтвердили, да, что выбор однозначно большой России. Но чудным образом у нас у всех бюджетников задолженность по зарплате, да, у бюджетников, у чиновников, учителя, врачи и так далее. У меня личка вот завалена. Годами российская пропаганда рассказывала, что Украина это такая бедная, нищая страна, которая замерзает и разваливается, а вот придет Россия, и настанет невероятное процветание, уровень жизни просто взлетит до небес. И вот пришла Россия, и даже представитель оккупационной администрации теперь признает, что зарплаты вообще не платят. То есть это катастрофа экономическая творится, и представляете, какой реально масштаб этой проблемы, если это признает даже вот этот представитель оккупационной администрации в эфире российского государственного телеканала. До прихода России зарплаты в Запорожской области были, наверное, не самые высокие, конечно, но их, по крайней мере, платили. И вот пришла Россия, и денег людям перестали давать совсем. Ну вот уже по 10 дней там, кто больше, кто меньше, не получают. Объяснение простое. У нас тут министр финансов меняется, подождите. И мне люди говорят, слушайте, а мы не можем ждать, у нас нет там, знаете... Министр финансов где меняется? В Запорожской области меняется министр финансов, и это каким-то чудным образом должно касаться учителя в школе, преподавателя в УЗИ. Но зато в Запорожской области теперь есть свой министр финансов. Смотрите, как здорово. И как только наши украинские области все это время обходились без своих министров финансов. Причем смотрите, какая интересная закономерность. Там, где никаких областных министров финансов нет, зарплату почему-то более-менее платят. И только там, куда Россия привезла своего министра финансов, сразу почему-то все деньги украли. А дальше начинается самое интересное. Поиск виноватых. И в студии у Соловьева открытым текстом говорят, что виноват руководитель региона. Ну, то есть вот тот самый бывший народный депутат Украины, а ныне Гауляйтер, оккупированной Запорожской области, Евгений Балицкий, который недавно так бодро обнимался с Путиным. Руководитель региона не в курсе ситуации? Ну, в курсе, но я не могу не озвучивать то, что мне пишут сотни людей. То есть, знаете, нам необходима операция гласность, именно для того, чтобы подобные проблемы решались. Вам не нужна операция гласность, нам нужна операция СМЕРШ. СМЕРШ. Здесь не гласность нужна. Соловьев спрашивает, почему бездействует руководитель региона Балицкий, и говорит, что пора бы уже применить к нему репрессии. Мол, тут не просто огласка нужна, а СМЕРШ. А сам Балицкий в это время занят делами поважнее. Он дает интервью, в которых призывает Россию оккупировать не только Украину, но еще и страны Балтии, а также Финляндию и Польшу. На том основании, что когда-то они тоже входили в Российскую империю, и там тоже живут наши люди. Российская империя, когда шатнулась после большевистского переворота и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданных. Я сейчас про земли не говорю, это само собой. Я понимаю, что это и Варшава, и Гельсинфорс в Хельсинки, и Ревель, и Лейпая, и, само собой, Прибалтика вся. Это все наши земли, и наши люди там живут. То, что из них сейчас сделали стадо бессловесное, и дрожащих, то мы должны это поправить. И поправим мы это силой русского оружия. Никакую дипломатию я в данном случае не верю. Ну, возможно, дипломатия всегда должна присутствовать, это понятно. Но я считаю, что мы можем это вернуть только силой русского оружия. Вернуть своих людей, своих подданных тогда Российской империи, сейчас Российской Федерации. Это, кстати, важный момент, который доказывает, что дело вообще не в Украине. Не в какой-то демилитаризации или деноцификации. А дело все в том, что россияне просто ненавидят всех своих соседей. И они буквально одержимы вот этой идеей захватнических войн. Но пока Балицкий мечтает захватить полмира, он не в состоянии наладить сносную жизнь даже на клочке Запорожской области. Ситуация там настолько катастрофична, что это даже признают в эфире у Соловьева, где прямым текстом говорят, что зарплаты в Запорожской области не платят, а цены там уже выше, чем в Москве. Это вообще что такое? Тем более цены у нас, мягко говоря, повыше, чем в Москве. Пока Россия не пришла, в Запорожской области платили зарплаты, а цены в этом регионе были на уровне цен в других областях Украины. Когда пришла Россия, зарплаты людям перестали платить, а цены в Запорожской области стали выше, чем в Москве. В России говорят, что это такая помощь людям. Кто-то смеет на полном серьезе говорить людям, что подождите-ка. Это ответ, который слышат в Меритополе, в Бердянске, в Энергодаре, в Пологах, Токмаке и так далее. Это вот, у меня просто завалены личные сообщения от людей на местах. Это действительно проблема. Это колоссальная проблема, которая должна сразу же решаться с необходимыми кадровыми выводами и взятием за ухо того, кто решил, что люди могут потерпеть. Люди в условиях боевых действий на передовой терпеть не должны. Я недаром постоянно повторяю, что никакой украинской пропаганды вообще не нужно. Достаточно показывать самих россиян, которые открытым текстом признают, что они несут с собой на захваченной украинской территории только издевательство и нищету. Люди на территориях, которые захватила Россия, находятся в крайне бесправном положении. Их просто нещадно обдирают и грабят. И ничего другого, кроме вот этого бесправия, Россия с собой не принесла. И вы только вдумайтесь, если вот это все открыто озвучивается уже даже в эфире у Соловьева, то есть в самой такой пропагандистской программе на государственном российском телевидении, то какая же там ситуация на самом деле? Это же они еще приукрашивают, это же они еще многого не рассказывают. А представляете, какая там творится катастрофа, если даже вот тут эти люди на этой площадке уже не могут замалчивать реальную ситуацию и вынуждены признавать, что да, там кошмар, люди в очень сложной ситуации. Я думаю, вы понимаете, что вот это крайне важно доносить. Это должен, видите, знать весь мир. Все должны знать, что на самом деле несет Россия с собой. Поэтому оставьте сейчас лайк и комментарий к этому видео, так оно получит больше охват, больше людей его посмотрят и узнают вот эту правду. А также подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Если между позором и битвой ты выбираешь позор, то ты получишь и то, и другое. Это выражение в очередной раз подтвердил Евгений Пригожин своей судьбой. Владимир Путин не только убил самого Пригожина, но и изгаляется над его трупом. Тот самый Владимир Путин, который в страхе трясся, когда Евгений Пригожин вместе со своей очень маленькой боевой группировкой шел к Москве. Точнее, Евгений Пригожин был в штабе в Ростове, который он, Пригожин, захватил, а часть его солдат шла к Москве. Вот тот же самый Путин, который трясся и попросил по-братски Лукашенко выступить переговорщиком. И значит, нивелировать всю ситуацию, свести ее к минимальным потерям, этот же самый Путин уничтожил Пригожина спустя короткий промежуток времени. А теперь уничтожает и память среди тех, кто гордился Пригожином, уничтожает память о нем. Нужно ли гордиться Пригожином? Конечно, нет. И сочувствовать ему не имеет никакого смысла. Это такой же нацист, как Владимир Путин и правая рука Пригожина Уткин. Этот человек был одним из сотрудников Владимира Путина, разворовывал бюджетные средства, убивал людей, убивал военнопленных, делал это все с особой жестокостью. Его разговоры о чести и морали – лишь разговоры. С этими разговорами скрывался настоящий психопат, который убивал людей в огромных количествах, причем не жалел ни своих, ни чужих. Поэтому земля стекловато ему, и хорошо, что он умер, хорошо, что одним нацистам на этой планете стало меньше. Однако тот факт, что Владимир Путин не чурается ни перед чем, что Владимир Путин готов изгаляться даже над поверженным врагом, хоть и никакого сочувствия к этому поверженному врагу лично у меня нет, должен заставить все эти Z-круги, Z-общественность, Z-патриотов, как они себя там называют, это не важно, крепко задуматься, что будет с ними. Это должно заставить путинские элиты задуматься, можно ли положиться на человека, гарантии которого ничего не стоит. Это является по понятиям крыса, который может сжать тебе руку, который может клясться тебе в чем угодно, а потом вонзить нож в спину. Или гранату, взрывчатку, ракету ПВО. Не так важно. А после этого еще и сгаляться над твоим трупом, рассказывая, что ты обколотый наркоман, который еще и не умеет обращаться с оружием. Собственно, этот отрывок в речи Владимира Путина вызвал целую бурю реакции среди Z-каналов. Однако официальные вагнеровские каналы набрали в рот воды и молчат, и мощно терпят. Боевое братство Вагнер оказалось не таким уж и боевым. Рассказы про то, что они будут мстить, рассказы про то, что они никогда не забудут память своего командира, оказались пшиком. Да, сходить цветочки положить к стихийному мемориалу, это они могут. А что-то сказать, когда человек, убивший Пригожина, напрямую над ним изгаляется, они не могут. Они боятся за свою жизнь, за свою шкуру, боятся за свой достаток, потому что теперь Пригожин не может давать им деньги. Теперь они зависят от Путина напрямую. Если раньше цепочка была Путин-Пригожин-Они, то теперь просто Путин-Они. Поэтому они никак произошедшее не комментируют и даже не опровергают слова Владимира Путина о том, что их лидер был наркоманом, который просто любил поиграться с гранатами. Давайте для начала послушаем слова самого Владимира Путина, чтобы вы не подумали, что я что-то за него выдумал. Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Ну, мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт – результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Ну, следствие не завершено. Да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилось. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. Ну, вот то, что есть, я вам сказал. Я хочу сразу сказать, я задал вопрос представителю Следственного комитета, можно ли об этом сказать публично. Он говорит, да, можно, это установленный факт. Возможно, вы подумаете, что, Майкл, ну а чего ты делаешь такой вывод? Вдруг Владимир Путин просто решил отдельно рассказать про то, что взрыва с внешней стороны не было, что были осколки ручных гранат, и просто рассказать про кокаин, который на самом деле и кокаином-то не был. Нет, поймите меня правильно. Я вполне полагаю, что Евгений Пригожин мог и пить, и нюхать, и что угодно. Только вы слышали, чтобы люди под кокаином себя взрывали? Меня нет. Но в любом случае, Зет-канал интерпретирует высказывания Владимира Путина ровно так же, как и я. Его рассказы они воспринимают как действительно обвинение Пригожина в том, что тот, просто находясь в состоянии измененного сознания, поигрался с гранатой на борту самолета. На борту самолета, где он часто летал, с гранатами, с которыми он часто имел дело. Давайте же ознакомимся с тем, что пишут Зет-каналы. Да, они выражают бурю эмоций, но сдерживают себя и не называют Путина плохими словами и вообще как будто глобальных претензий не имеют. Испытывают лишь большое-большое очередное разочарование. Канал специального назначения пишет следующее. Единственное, что тут еще можно добавить, это отношение Девятого к алкоголю и наркотикам. Кто был в оркестре, знают, что следовало за этим. Увольнение, черный список и денежный штраф – это самое легкое, чем можно было отделаться. Иногда в дело вступал и контейнер. Или доктор Стечкин. Это оружие. Будь такие же методы в Министерстве обороны, то хреновая куча персонажей не садились бы с регулярной частотой на синюю ракету. И ладно бы просто бухали и никого не трогали, так некоторые команды отдают в моменте, когда синева расплескалась. Но да ладно, это уже другая тема. Что же другая тема, канал специального назначения? Расскажите поподробнее. Очень интересно, что это за слуупотребление алкоголя, так и на фронте. И к чему они ведут. Вы же хотите помочь в своей армии, правда? Вы же хотите поднять проблему, чтобы она решилась? Напишите об этом обязательно и максимально подробно. Осведомитель пишет. Вот нам интересно, как так вышло, что любые мелочи, найденные в офисе Пригожный и ЧВК Вагнер, при обысках после бунта, чуть ли не месяц полоскали по телевизору. А целый мешок кокаина потерялся. И так удачно всплыл, когда потребовалось увязать его с обзрывом гранаты на борту. К слову, никаких объективных данных ни про фрагменты ручной гранаты, ни про кокаин, так и нет. Максим Калашников, один из соратников Стрелкова, пишет. Ну теперь все ясно. Два дерьмо, Пригожин и Уткин, играли с гранатой в полете. Ну и колечко дернули. Правда, на содержание в их телах алкоголя и наркотиков экспертизы не проводили. Хотя любой опер вместе со следователем даже в лихие 90-е в первую очередь это делали. Ну, забыли в Следственном комитете об этом, с кем не бывает. Хотя, как нам сказали, в офисе Пригожина нашли аж 5 кило кокаина. Вообще-то дело уголовное для Пригожина. Но это такая мелочь, право. Вам, надеюсь, все понятно? Теперь я душевно спокоен. Владислав Угольный просит всех остановиться и говорит, стоять. То есть инцидент от 24 августа, обычный акт суицида под наркотой? Ну, по словам Верховного. Мда, заключает он. Я вообще рекомендую Z-каналу, людям, поддерживающим войну, поддерживающим Путина, почаще обращать внимание на вот этот канал, на котором вы сейчас, надеюсь, находитесь. Это канал Майкл Наки. Можете лайк поставить, комментарий, подписаться на сам канал, поддержать канал финансово. Есть ссылочка для этого на Патреоне буквально. Почаще смотрите этот канал. Знаете почему? Есть очень простая история. Вы можете как угодно относиться к моим взглядам. Можете как угодно относиться к тому, что я поддерживаю Украину. Потому что я считаю, что нельзя вторгаться в чужую страну. Что я считаю, что нельзя убивать людей в чужой стране. Вы можете считать это моим каким-то, что называется, странным приколом. Но знаете, что интересно? Вот все, что на этом канале публикуется последний год и 8 месяцев и публиковалось до, оно всегда оказывается куда ближе к правде, чем слова Владимира Путина, вашего верховного лидера. Ну, то есть, объективно, вы можете просто пропускать моральные оценки и все остальное мимо ушей и слушать саму информацию. Я сказал вам, что Владимир Путин убил Пригожина. Вы теперь сами поняли, что Владимир Путин убил Пригожина. Я говорил вам, что Пригожин готовится к походу на Москву. Пригожин действительно готовился к походу на Москву. Я говорю вам про то, что есть проблемы с боеприпасами в российской армии. Есть проблемы с боеприпасами в российской армии. Я говорил вам, что все это бахвальство в июне о том, что украинская армия ничего не может, полная ерунда. Так и оказалось. Поэтому чисто из соображений узнавания информации, чисто из соображений того, где действительно рассказывают, как все на самом деле, а где вам, значит, расскажут, что Пригожин, как и не с гранатой, вы можете смотреть этот канал. А вось в какой-то момент у вас и мозги как-то немножечко расправят плечи, скажем так, и вы поймете вообще, как жизнь устроена, и почему Владимир Путин ведет эту войну, и почему эта война несправедлива и преступна, и почему поражение в этой войне – это единственное, чего может желать российский патриот, который действительно любит свою родину. Но мы продолжим. Ян Зен, почему я больше не хочу ничего писать о политике, пишет он. Посмотрите сегодняшнюю речь, там все прекрасно, особенно про кокаин. И в такой ситуации лучше молчать. Приличных слов все равно нет. Пляски на костях. Всеми забытый телеграм-канал Артега пишет. Обкулятся свои марихуаны и взрывают друг друга в небе над Тверской областью. Всего вам доброго. И вам, Артег, всего доброго. Я знаю, что вы тоже испытываете некоторое такое, скажем так, влечение к наркотическим веществам, поэтому будьте аккуратнее с гранатами. По крайней мере, если Владимиру Путину верить, это сочетание очень часто дает взрывоопасный эффект. Южный фронт пишет. Напомню, в этой авиакатастрофе погибли два героя Великой России. Ну, мало ли кто забыл. Они на реке. И с оружием они были не на ты даже, а на иди сюда, б***ь. Версия про самоподрыв это смех и фарс. С одной стороны, смех и фарс. С другой стороны, лишний повод Владимиру Путину поглумиться над поверженным врагом. Но вообще интересно получается, правда? То есть, либо получается, что герой России, обладатель шести орденов мужества, никакие не герои особо, а просто на реке. И тогда не очень понятно, кому и как раздаются награды. И кто вообще составляет российскую военную элиту. Ведь именно так называла себя группа Вагнер и многие российские официальные лица. А Владимир Путин лично благодарил и Пригожина, и группу Вагнер за взятие Бахмута. Либо получается, что Владимир Путин просто врет. Просто откровенно врет. И при этом убивает героя России. И как-то владельца шести орденов мужества. Какой из вариантов вам нравится больше, дорогие зет-патриоты? Дорогие зет-б***ь. Расскажите, пожалуйста, какой из этих вариантов вам наиболее близок к душе? Потому что третьего-то не дано. Отдельно забавно, что российская пропаганда и Владимир Путин, которые годами рассказывают, что наркоман Зеленский. И вообще, посмотрите на них. И все прочее. И что Зеленский нацист. Оказывается, что Евгений Пригожин и Уткин. Два подтвержденных нациста. Уткин так вообще весь свастиками обколот. Они как раз наркоманы. Видите, как получается. Может быть, скоро Владимир Путин расскажет, что и в остальном руководстве России тоже сидят не самые достойные люди. Наконец-то увидят, кто здесь нацист. И, значит, воскликнет. О боже, что же я наделал? И сам руку за спину вот так вот сложит и пойдет в Гагу. Этого, конечно, не будет. И, конечно, это мое издевательство направлено лишь на то, чтобы показать очевидное противоречие, которого нельзя не замечать. И которое, ну, очевидно в том числе и тем, кто поддерживает эту власть, поддерживает эту войну, поддерживает Владимира Путина. Посмотрите, кого вы поддерживаете. Выньте голову из задницы, дорогие друзья. Грейзон оставил более широкий комментарий. Обколются своими наркотиками и взрываются в воздухе. Даже не учитывая то, что обнаруженные сверстки содержали порошок, имитирующий наркотические вещества. И он даже был возвращен сотрудниками ФСБ после экспертизы. Что, кстати, правда. История с этим кокаином. В итоге там было более полное видео, где человек демонстрировал, что в этом сверстке. И он брал вот щепотку белого порошка из пакета, добавлял, значит, его в стакан с водой, ну, заливал воду и он пенился. Ну, то есть, наркотики не так себя ведут, когда их заливаешь водой. Поэтому, да, скорее всего, это не настоящие наркотики. И, скорее всего, Пригожин не употреблял наркотики. Потому что, действительно, довольно много людей, в том числе источников, говорят, что в группировке Вагнер отношение к алкоголю и наркотикам было так себе. Вагнерцы, которые возвращаются с войны, бухают только так. Ну, то есть, просто мы постоянно видим новости, как пьяный вагнеровец убил друга, забил жену и еще что-нибудь сделал. Но говорят, что дисциплина была довольно строгая в самом Вагнере, когда они были во время боевых действий. Что никак их не оправдывает и никаким образом не делает их лучше. Уж лучше, так сказать, пил и курил, чем убивал людей чужой страны. Но, тем не менее, сама эта версия, конечно, выглядит довольно странной. Могу приоткрыть немного тайну. Но группа Вагнера имела свою агентурную разведку с нелегального положения, которая ввела деятельность в странах пребывания даже до захода туда штурмовиков. Где проводила весь комплекс оперативных мероприятий, которые проводят спецслужбы разных стран мира. В том числе, там был и использован порошок, имитирующий наркотик. Наличные же средства, как минимум, используются для выдачи зарплаты страховых выплат. Кто был в компании, тот знает, как происходят выплаты. А кто знает чуть больше, тот в курсе про КАМАЗы, привозившие по полмиллиарда. И это был 2016-2017 год, когда сотрудников было в 20 раз меньше. Вообще, упрекать миллиардера за найденные деньги и как-то увязать их с его смертью в рухнувшем самолете, это, конечно, надо уметь. Но хотя бы надо уметь считать. Взять условно 20 тысяч погибших и 5 миллионов рублей страховых. Даже не учитывая еще большее количество раненых. А потом подумать, что тут не хватит не то, что 10 миллиардов, а даже выделявшихся денег из бюджета. Шеф платил существенную часть из своего кармана. Ну, свой карман, правда, у Шефа, у Вагнера, да, был как раз из российского бюджета. А вообще тут что-либо комментировать, только портить, добавляет Грейзон. Телеграм-канал Отечество, который ведет нас человек, который представляется как нынешний, имеющий какое-то отношение к Вагнеру человек, пишет следующее. Первое. Пассажиры всегда располагаются в бизнес-классе в передней части салона самолета. Охрана отдельно в центральной хвостовой. Второе. У пассажиров с собой нет и быть не может чего-то взрывоопасного. Люди такого уровня не носят с собой гранаты. Это задача охраны. Третье. По мерам безопасности даже личной охране запрещено притрагиваться к боеприпасам во время полета. И они соблюдаются. Четвертое. Любой, кто применял боевую гранату, знает, что это абсолютно безопасная штука, пока не достанешь кольцо. И сделать это не так просто. Пятое. Достоверно известно, что самолет стал падать в результате разрушения крыла в зоне шасси. Фюзеляж Суперджета рассчитан на гораздо большие нагрузки, чем взрыв гранаты в салоне. Вывод. Озвученная версия, особенно припудренная алкоголем и кокаином, вызывает беспокойство за здравость ума и компетентность ее создателей. Жалкая, наспехслепленная, безобразная, бездарная попытка втоптать в дерьмо погибших героев Отечества. Ну, видите, что интересно во всех этих высказываниях? То есть, они опровергают сказанную Путиным версию. При том, что что там опровергать? Ну, то есть, Владимир Путин не пытается состряпать что-либо правдоподобное. Иначе бы он пытался вообще предложить хоть что-то. Ну, какую-то версию. Мы видим, что следственные действия по этому делу, они идут уже давно. Никакой более-менее вразумительной версии не дано. Но не рассказано про каких-нибудь украинских боевиков, не рассказано про техническую ошибку пилота, еще про что-нибудь, про взрыв какого-нибудь компонента самолета. Можно же и так придумать, да? Смотрите, у нас самолет плохо обслуживается. Вот Пригожин свой самолет не обслужил, он взорвался. Что не бывает такого? Бывает. Ну, в общем, всякое можно было придумать. Можно было бы придумать любую правдоподобную версию. Но Путину это не надо. Путин хочет, чтобы все знали, что он убил Пригожина. Именно поэтому на девятый день он приехал туда, как раз, в Тульскую область. Причем об этом визите потом не сообщали федеральные каналы. Оттуда не было никаких сюжетов, там не было никаких встреч. Мы узнали об этом визите просто из видео местного жителя, который увидел приезжающего Путина. Путин просто приехал кайфануть. Приехал насладиться тем, что тот, кто пугал его за два месяца до этого момента, из-за чего Путин напрузил целый чемодан, тот, кто угрожал его власти, тот, кто показал его беспомощность перед реальной угрозой, он теперь в могиле. Путин его убил. Он кайфует от этого. Я вам много раз говорил, что Путин социопат. Социопат не в том смысле, что он социофоб. Нет, не путайте эти два понятия. А именно как маньяк. У него вот такой механизм мышления в голове. Ему нравится. Он получает от этого удовольствие. И это очередное подтверждение. Он просто голумится над всеми. Он не пытается представить правдоподобную версию. И вот эти Z-каналы, для которых это, конечно, оскорбительно, которые, ну, сочувствовали Пригожину, считали его героем России и прочее, и прочее, вообще за эту войну. И такие Вагнер, Бахмут, все такое. Они это понимают прекрасно. Но что они могут сделать? Они не могут ничего сказать. Они не могут сказать, что Путин совсем... Что он убил их лидера. Они могут призвать к новому маршу справедливости. Это же им страшно. Вот эти все бесконечные Z-герои, которые рассказывают в своих каналах про смелость, про соевых либералов и про все остальное. Это просто самые настоящие трусы. Как и все это братство Вагнера. Которое на бумаге. Лето, арбалеты, боевое братство. Всех уничтожим. Лучшие в аду. Но сейчас они не хотят быть лучшими в аду. Никто из них не хочет умирать. Никто из них не готов за заявленные ранее ценности отдавать свою жизнь или даже рисковать своей свободой. Они не хотят быть лучшими в аду. Они хотят быть средними в Минобороны. Чтобы получать свои 150-200 тысяч рублей. А то, что им надо будет работать на тех, кто убил их якобы лидера, которого они боготворили, это плевать. Это не страшно. Деньги же платят. Ну так может, вагнеровцы, может вы, не знаю, пойдете и как бы возьмете технику какую-нибудь, да? Ну если вам дадут доступ, конечно, вышли теперь на счету, вот как низшая каста российских военных. Возьмете технику. Ну, приедьте в Украину, сдадите эту технику, получите деньги, будьте жить, еще есть более-менее карма свою почистить. Как вам такой вариант? Меньше рисков и вполне себе человеческий поступок, даже несмотря на то, что у вас он будет продиктован как корыстью. Ну, вам охота вот сейчас быть униженными, совершенно уничтоженными и работать на тех, кто убил вашего лидера. Вам прикольно? Вам нравится это? Ну, если да, то окей. Только не надо больше, пожалуйста, про боевое братство, про честь, про вот это вот что. Даже, знаете как, у злодеев же тоже есть определенный кодекс чести. У мафии есть кодекс чести. У преступников есть кодекс чести. У якудзо, в конце концов. У них есть вот своих правил. У них есть свое представление чести. Оно отличается от нашего с вами, обычных людей. То есть, там считается незазорным убить человека. При определенных обстоятельствах можно даже ракетировать мирных граждан и грабить граждан. Убивать даже мирных граждан можно. Ну, вот такой специфический кодекс чести. Но человек, который в рамках этого кодекса чести сам этот кодекс нарушает, получается, у него нет чести и с точки зрения обычного человека, и нормальных норм морали, и нет кодекса чести с точки зрения вот той владейской организации, которой он принадлежит. Он просто действительно наемник, но в самом плохом смысле. У него нет никаких идей. Поэтому, знаете, мне кажется, что даже упоминать Вагнер сейчас в любом каком-нибудь положительном контексте, даже от тех, кто поддерживает Россию, даже для тех, кто поддерживает Путина, даже для тех, кто за уничтожение Украины. Вот мне кажется, что эти люди должны как бы понять, что просто стыдно должно быть упоминать таких оппортунистов, которые предали вообще все идеалы странные, с которыми я не согласен. И желаю всем, так сказать, земли стекловатой. Но вот это просто абсолютно не люди чести, даже своей странной извращенной. Люди чести, надо сказать, сражаются за ВСУ сейчас. Причем люди чести со всего мира. Недавно вышло интервью Петра Верзилова, где он рассказал, как он сражается за ВСУ. И я абсолютно поддерживаю его в этом. Любой человек, независимо от гражданства, этнической принадлежности, национальности и разночтений по политическим взглядам, должен поддерживать Украину тем, чем может. Потому что Украина – это жертва агрессии. Украина защищается. Украина защищает свою страну. На нее напала другая страна. И поэтому Украину надо поддерживать всем, кто может сейчас. Поэтому, поскольку у нас сегодня много затнытья, естественно, будет и сбор. Сбор, причем довольно сложный. Я вам сразу скажу, это самый большой амбициозный сбор, который мы с вами делали. Это сбор вместе с Унианом. Вот тот самый первый сбор, с которого все началось. Напомню, тогда нам нужно было собрать с вами 400 тысяч на некоторое количество средств механизации для одной из бригад. Но пока мы с вами собирали, не знаю уж, посмотрев мой ролик или нет, но какие-то довольно, так сказать, обеспеченные люди помогли с покупкой этих транспортных средств. И мы с Унианом встали перед выбором. То есть, либо мы передаем эти средства на будущую покупку средств механизации, когда они еще понадобятся. Это довольно часто бывает. Либо мы попробуем выполнить более амбициозную задачу и дособрать эту сумму на очень полезную вещь, а именно на дрон Валькирия. Это такой дрон для ведения наблюдения, он достаточно имеет большую дальность. Это не атакующий дрон, то есть, это не дрон, который летит и взрывается, это дрон, который ведет наблюдение. Очень современный, предназначен для гражданских и военных целей, для обеспечения мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня день и ночь. Его особенность – большая дальность полета и устойчивая непрерывная связь с оператором. Безусловно, такой дрон очень сильно поможет боевому подразделению. Стоит он довольно много. Он стоит миллион сто тысяч гривен. К сожалению, они довольно дорогие сейчас, потому что это делается в рамках рыночной системы. И чем больше спрос на товар, тем больше он стоит. Однако, вещь невероятно полезная. И давайте попробуем собрать этот миллион сто тысяч. Мы вряд ли сделаем это быстро, но давайте попробуем. У нас уже есть с вами собранных пятьсот тысяч гривен, поэтому половину суммы, считайте, с вами собрали. И я особенно буду благодарен, если будут какие-то довольно обеспеченные люди, которые серьезно помогут с этим сбором. Потому что, еще раз, сбор очень непростой. А чем быстрее мы соберем, тем эффективнее будет это боевое подразделение. Поэтому ссылку я на сбор оставлю в описании. QR-код вы видели все это время рядом со мной. В общем, давайте поможем Украине победить и освободиться от захватчиков. Но пока с вами вернемся к тому, что пишут Z-каналы. Z-канал – это еще не конец. Так сказать, не испытывая особых симпатий к Вагнеру, постулируют более честно, чем это делали предыдущие, так сказать, комментаторы. Что тут нового, непонятно. Государство уничтожит репутацию любого, кто бросит ему вызов. Погибнуть мало. Гибель – это уход от ответственности. Результаты расследования – это само по себе приговор. Вот он и вынесен. Еще желающие есть, выпрошает канал «Это еще не конец». И тут на сцену выходит наш любимый 13-й. У него бывает, что в целом он стал гораздо тише, в целом он стал гораздо меньше комментировать проблемы, которые есть в российской армии. Но иногда его прорывает. Судя по всему, насколько я понимаю по его Z-каналу, он тоже иногда выпивает. И, собственно, возможно, с этим и связаны его какие-то потоки периодических откровений. Вот что пишет он по этой ситуации. «Мои хейтеры говорят, 13-й сеет дизмораль. Вечно у нас все плохо, а мы на самом деле захватили сельскую телефонную будку у безымянного села на Запорожском направлении. 13-й только портит настроение, а нужно его поднимать. В ответ на это я хочу цитировать многосерийный бестселлер «Что мертво умереть не может». «А каком вы там б***ь настроении? Чего вы там все долбите? Я вон сегодня вашего позитивного чела наслушался, что на душе так хорошо стало, хоть в петлю лезь». Он про высказывание Владимира Путина и дальше добавляет. Ребят, кто выдвигает версию о том, что ему просто врут и не говорят всей правды, и доносят искаженную информацию, как же вы мне нравитесь. Вы такие позитивные оптимисты. Все правильно, не нужно думать о плохом. Они там вообще ему виртуальную вселенную создали. Вам многим, кстати, тоже. Называется СМИ. А телеграмм ваш бусурманский. Там фейки одни пишут и лодку раскачивают. Как видите, даже от предыдущего 13-го, ну, образца 3-4 месячной давности сильно отличаются очень сдержанными формулировками. Но, по сути, я думаю, все понятно. И Алекс Паркер, канал, скажем так, поддерживающий группу Ваднера до определенного момента, поскольку находится вне России, может позволить себе более откровенные высказания. Еще раз, почему то, что сказал Пыпа, это мерзко? Во-первых, он облил дерьмом двух героев России. У одного из которых еще и шесть орденов мужества. Я уже молчу про то, что там есть и звезды героев ЛНР и ДНР. Во-вторых, и у некогда самого перспективного политика Иуткина было крайне отрицательное отношение к наркотикам и к алкоголю. В-третьих, пакеты с кокаином оказались вообще-то пакетами со стиральным порошком, которые подбросили зачем-то сами ФСБшники, и потом уже это было доказано и показано на видео. Понимаю, что тебя в свое время напугали до полусмерти. Тебе показалось, что твое время подходит к концу, и наконец-то тебя разоблачили. Но вместо того, чтобы отпустить ситуацию, признать заслуги этих людей, которые создали самое эффективное штурмовое подразделение в России, ты как последняя мать начинаешь распространять про них мерзкие сплетни. Надо было еще рассказать про шарики в члене, которые нашли в теле после падения самолета. Зачем себя сдерживать? Надо сказать, что помимо Z-каналов, есть, конечно, и большое количество комментариев, было большое количество комментариев под этими новостями в социальных сетях. Агентство опубликовало скриншоты с реакциями с чатов родственников, наемников чувака Вагнера. Одни назвали слова Путина полнейшим бредом, другие призвали организовать еще один марш на Москву. Ну, то есть у родственников группы Вагнера оказалось побольше, так сказать, мужества и задора, чем у самой группы Вагнера. ЖВФЗ написал большой простыню. Знаете, Пригожин был порождением Путина. Плоть от плоти. Вышел из питерской группировки, рос след за укреплением президента. Я никогда не любил Пригожина. Он был груб, излишне жесток с людьми. Весь его образ отталкивал, потому что не вписывался в привычные нам стандарты хорошего политика и бизнесмена. Но это все было от того, что Пригожин был человеком из другой эпохи. Это грозный варлорд смутных и военных времен. Вот где его талант раскрылся в полный рост. Если кто-то забыл, Пригожина позвали на СВО, чтобы спасти ситуацию. Потому что только такой злой, безумно жестокий варлорд может за пару месяцев сколотить из маленького Вагнера за три копейки суперармию, от упоминания которого происходило непроизвольное мочеиспускание. И насколько мне не нравится Пригожин как личность раньше, настолько же сильно я уважал его как мужчину-патриота-управленца, а потом и политика. Пригожин сделал все, что от него просили, выполнил обещание. В качестве благодарности Пригожин получил рейдерский захват своего детища. Это настолько банально для России, что я не хочу тратить букв. В определенных кругах ходит тысяча один миф о том, что он жив, ушел со сцены, потому что так надо и прочее. Это очень неудобная версия. В нее хочется верить, и она полезна для государственного спокойствия. Но безотносительно жив он или мертв, мне кажется, он не заслужил. Нажрались там виски под кокаин и давай себя взрывать. Вот даже если бы это вдруг так и было, правильнее было бы сказать, что украинские террористы убили. Странный политтехнологический ход и крайне неприятный осадок на душе. Ну и напоследок, давайте немножко такой, немножечко конспирологии. Есть телеграм-канал в очках ОГПУ, я неоднократно про него рассказывал. Значит, когда там есть конкретные факты, когда там есть конкретные документы, фотографии и все прочее, информацию оттуда еще более-менее можно брать. Когда нет, это частенько оказывается выдумками и просто ни на чем неоснованными слухами. Однако, действительно, коль скоро у нас уж тут, так сказать, парад, хит-парад странных мыслей, у них появился пост по этому поводу, который объясняет, почему Путин ушел, значит, вот в такую агрессию по отношению к уже мертвому Пригожину. Я-то думаю, что тут объяснять ничего не надо. Путин глумится над поверженным врагом. Однако, в очках ОГПУ выдвинули довольно интересную версию. Источник в очках ОГПУ рассказал, что вчерашнее резкое обострение риторики Путина в отношении Пригожина было спровоцировано со стороны представителей администрации президента. Путину была аргументирована необходимая дегероизация Пригожина по причине тенденции нарастающего внимания населения страны к заявлениям главаря ЧВК Вагнер. В частности, его интервью от 23 июня, где он в течение 30 минут поднимает вопросы об истинных причинах с начала войны и провале этой затеи. По имеющимся замерам, пересылка данного видеоролика и одобрительное обсуждение присутствующих там тезисов Пригожина начали стремительно расти после гибели руководства ЧВК. И продолжает расти. Помимо этого, Путину были доложены риски от возможного появления в сети второй части этого интервью накануне президентских выборов. Даже мертвого Пригожина опасаются в Кремле. Мертвого Пригожина, безусловно, опасаются в Кремле. И действительно, было интервью, где было написано часть 1, а часть 2 так и не вышло. Но это похоже скорее на городскую легенду. Потому что, с моей стороны, хочу сказать, что если бы интервью это набирало обороты, если бы его активно пересылали, если бы оно появлялось в каких-то пабликах, я бы это заметил. Потому что я довольно пристально за всем этим слежу. Но как версия, почему нет, она, мне кажется, вполне симпатичной. Вот такая судьба у Евгения Пригожина. На его труп Владимир Путин мочится даже спустя 40 дней. Уже больше 40 дней с момента смерти самого Пригожина. А Z-каналы, связанные в том числе с ЧВК Вагнер, они, так сказать, считают, что это божья роса. Или в лучшем случае говорят, что давайте просто не обращать на это внимания. Такая вот точка боевого братства группы Вагнер. Очередная, конечно. Мы уже много раз ставили точку, но, так сказать, эпиграфы никто не отменял. А с вами был Майкл Наки. И всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok